Как быть, если дети не видят смысла качественно выполнять задания, если нет оценки? Но вот это уже тот случай, когда мы своей системой, мы это я подразумеваю школьную систему в целом, а не нас здесь на эфире присутствующих, когда мы уже показали им, что если нет оценки, отметки, то и нечего работать, потому что сам по себе учебный процесс в школе, это мы так внушаем мета-сообщениями, не словами нашими прямыми, мы так внушаем, сам по себе учебный процесс, он бессмысленен, он не нужен, и он неприятен, домашка – это наказание. Поэтому нужно это делать для чего? Ну, чтобы хоть отметочку получить, ну, чтобы к экзамену подготовиться, да, уберите экзамен и рухнет всё сразу же. А смысл-то в том ходить, ходить в школу, присутствовать на уроке, общаться с учителем, общаться с одноклассником, для того, чтобы в процессе получать удовольствие от того, что ты развиваешься, ты обучаешься, ты становишься ещё лучше, ещё грамотнее, я не знаю, ещё более развиты, чем был вчера. Ты делаешь прогресс, маленькие шаги, каждый день. И мы это делаем все вместе, мы это делаем все вместе, командой. И я вместе с вами развиваюсь, и вы вместе со мной развивайтесь. Мы это делаем все вместе, командой. И вот когда мы сталкиваемся с той ситуацией, что нет оценки, не буду учиться, ищите в этом случае для ребят интересные какие-то задания, поговорите с ними, какое задание представляет для них интерес, вот что они хотят сделать, чтобы они погрузились в процесс. Согласитесь, если вы предложите им поиграть в карты, они не будут у вас требовать отметки, потому что игра в карты – это азарт и вызов сам по себе, это интересно. Я думаю, если вы согласитесь им создать мультик на уроке ОБЖ создать по соблюдению техники безопасности, и желательно уложиться надо в 6 секунд. Всё, 6 секунд, одно правило безопасности должно быть в этом видео. Создайте. Вот задание. Посмотрим, потребуют они отметку за эту работу или нет. Или процесс будет увлекательным. Поэтому хотя бы периодически надо ребятам предлагать что-то, чтобы они вовлекались в процесс, а затем уже обыгрывать вот те обыкновенные задания, которые мы им даём. И они должны тоже понимать и чувствовать, зачем они эти задания выполняют. Друзья, никто не любит выполнять задания, смысл которых он не понимает. А так школьная система формально вот к этому подошла, что мы сейчас имеем такой результат, и его надо менять, его надо менять. Его надо менять обязательно, потому что это архиважная задача, друзья. Я это вижу так, точно. Спасибо.